Привет! Сейчас нет, наверное, более обсуждаемого смартфона, чем этот Realme GT Neo 2, который горячие головы объявили топом за свои деньги в 2021 в самом конце и начале 2022 года. А вот правда это или нет, давайте разберемся в этом ролике. И вообще в Realme нашли свой какой-то дизайн-код для смартфонов, который оттачивается от модели к модели. Конечно, злые языки говорят, что это какой-то то ли Vivo, то ли Opa, то ли вообще OnePlus, но все-таки надо заметить, что именно от смартфона к смартфону Realme что-то делает свое и даже оригинальное. GT Neo 2 получился вот этаким усредненным смартфоном, который, по мне кажется, понравится любому, ну и ни у кого не вызовет отторжения. На рынке доступны три расцветки. Neo Black, Neo Blue и Neo Green, как у меня. Многие говорят, что это стекло, но на самом деле это полимер с черной глянцевой полосой. Да-да, это пластмасса, как и рамка этого смартфона. Но это только зеленый такой забористый, другие цвета гораздо более скучные. И один из зрителей моего канал под распаковкой написал, что на его экземпляре на Neo 2 есть неприятный зазор между стекляшкой, как он ее назвал, ну как мы уже поняли, это пластик, и рамкой. Вот у меня такого нет, но охотно верю, что качество может у китайцев от партии к партии скакать. Смартфон весит 204-205 граммов, и это не сказать, что мало. И рамки дисплея тут, ну, по нынешней моде, скажем так, тонкие, но не подбородок. Обратите внимание, он совсем не такой, как у флагманов. Хотя, в общем и целом, кому это вообще интересно. Экран, кстати, закрыт закаленным стеклом Gorilla Glass, экономить тут не стали. И есть еще наверху защитная пленка, ну, которая, как видите, собирает все отпечатки и никакой олеофобкой не обладает. По традиции, конечно, советую клеить защиту, посерьезнее, тем более стекло здесь, слава китайским богам, плоское. Realme GT Neo 2 достался 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей производства Samsung. Последний является прям большой гордостью у производителя. Матрица тут с разрешением 1080 на 2400 пикселей, и она, в общем и целом, довольно яркая. Особенно, если выставить автоматическую яркость. Ну и как же, как же в современном смартфоне без 120-ти-то герц? Притом, если выбрать принудительные 120 герц, как сделал я, то смартфон пытается там, где может, выдать эти самые 120 FPS или 120 герц. Вот, например, UFO Test это прекрасно демонстрирует. И, кроме того, даже официальный клиент YouTube здесь тоже работает со 120-ти герцовым экраном. Что хорошо, значит, нам не надо устанавливать никакие там моды, всем хорошо известные. Ну и думаю, конечно, всем интересно узнать, насколько шимит этот AMOLED. И на 100% яркости шим, конечно же, присутствует. Повышаем ставки. Вместе с ними растет и шим. Ну вот, кстати, на 50% ничего так. И 30%. Очень-очень неплохо. А на белом фоне что мы получим? Ну, на белом фоне у нас шим сразу 35%. Что, конечно, не очень хорошо. Но, конечно же, что действительно радует, это то, что Realme продолжает нас баловать, давая возможность включить DC Dimming безо всяких там танцев с бубнами. Ну, естественно, с цветопередачей будут не очень хорошие процессы происходить. Но мы его можем включить, этот самый DC Dimming. И теперь с DC Dimming. Ну вот, видите, DC Dimming здесь очень и очень эффективный. Мы фактически в три раза понижаем частоту пульсации. И глазами, скорее всего, вы это уже не заметите. И кроме того, вот в этой модели, еще в лаборатории Realme, появились новые настройки. Это плавная прокрутка. Аналогичная я видел в OnePlus'е. И капсула сна. Ну, для ограничения использования смартфона перед сном. Вот, казалось бы, в 21-м году компания Realme выпустила смартфоны буквально на всех актуальных платформах. От MTK и Qualcomm'а. Именно с процессором от последнего чипмейкера работает Realme GT Neo 2. Его сердцем стал Snapdragon 870. То есть, чуть разогнанный 865-й, на котором строились Android-флагманы в 20-м году. И да, скажу сразу. Neo 2 гораздо мощнее Master Edition, который был недавно у нас на канале. Превосходство Snapdragon 870 на 778-м очевидно именно в видеоядре. В Antutu GT Neo 2 выдает такие результаты, ну, практически предфлагманские. Например, у меня 9 Pro OnePlus выдает примерно столько же, имея 888-й Snapdragon. AI Benchmark. Результаты в Geekbench. GFX. Ну, и к этому прибавляем практически полное отсутствие троттлинга. Обратите внимание, вот что меня удивило. Я первоначально запустил троттлинг-тест на 20 минут 100 потоков в стандартном режиме производительности. Здесь мы видим, ну, отличный результат. И вот что интересно. Я включаю максимальную производительность, и мы получаем несколько худшие результаты. В очередной раз убеждаюсь, что не все игровые режимы работают одинаково. Но в любом случае, какой бы вы режим ни запустили, этот смартфон не склонен ни к перегреву, ни к троттлингу. Лично я не фиксировал нагрева выше 42 градусов даже в часовых катках, что выделяет смартфон на фоне конкурентов, особенно если вспомнить очень неудачный Xiaomi Poco F3 на той же самой платформе. В Римной, кстати, еще говорят о некой системе охлаждения, и очевидно, что она очень эффективна. И напрашивается вывод, что Neo 2 прямо-таки идеальное решение для мобильного геймера, который не хочет тратить лишнего. Танки, PUBG или сложный в плане графики Genshin Impact, любой тайтл запускается на этом смартфоне на около максимальных, либо вообще максимальных настройках, с высоким фреймрейтом. Более того, трубка позволяет реализовать в поддерживаемых играх и режим до 120 FPS. В тех же World of Tanks он работает, правда, с определенными костылями он запускается, но это не проблема телефона, это проблема World of Tanks. В общем, если хотите купить именно смартфон для игр, Realme GT Neo 2 это просто идеальный выбор. На российском рынке доступны две версии Realme GT Neo 2. В рознице предлагается 8128 и 12256, как у меня. В природе существует еще и промежуточный вариант 8256, но это уже вам на Алик, надо проследовать. Оперативку здесь по традиции можно расширить аж на 7 гигабайт АЗУ. Разумеется, резервирую ее в постоянной памяти. То есть в максимальной версии, ну типа как у меня, можно получить 19 гигабайт оперативной памяти. Я, правда, не знаю зачем, но круто. Ну и, естественно, набор коммуникации в смартфоне по-современному широк. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 с самыми крутыми аудиокодеками, в том числе и 5X Adaptive. Рассыпь навигационных стандартов и, конечно же, здесь есть NFC для бесконтактных платежей. Карты памяти здесь нет. Только две nano-SIM карты и обратите внимание на этот уплотнитель. Желтый уплотнитель, который нам подсказывает, что есть какая-то влагозащита. Ну, конечно, никакой влагозащиты на этом смартфоне нет. Наверное, самые внимательные уже заметили, что тут нет 3,5-миллиметровой дырки. Вот почему так, не совсем понятно. До последнего времени Realme старались свои смартфоны добавлять аудиоджек. Ну, потому что пользователям это действительно приятно. А вот в эту модель почему-то, почему-то забыли. Ну, как так получилось, видимо, даже в свои субфлагманы Realme в 2022 году аудиоджек добавлять не будет. Смартфон работает с оболочкой Realme UI 2.0 на базе Android 11. Это максимально оптимизированная надстройка, как по моему мнению, которая по праву входит в число лучших на рынке. В ней есть множество интересных фишек, делающих пользовательский опыт приятнее. Например, функция боковой панели. В нее можно добавить действия и приложения, которые отображаются по краю экрана. Вместе с жестовым управлением панель ускоряет выполнение тех или иных операций. И, кстати, производитель анонсировал обновление GT Neo 2 до Realme UI 3.0 на основе Android 12. Это должно произойти в первом квартале 2022 года. И вот самое неоднозначное в этом смартфоне – это его камеры. Основной сенсор на 64 Мп – это хорошо известный, если не сказать устаревший, сенсор Sony IMX682 с объективом f1.8. Чтобы было понимание, этот датчик ставили в Realme 7 и Poco X3 NFC. Вместе с ним работает 8-мегапиксельный свекширик и бесполезная макро на 2 Мп. Главный датчик по умолчанию снимает в 16 Мп. На снимках достаточно деталей, даже в пасмурную погоду снимки получаются с достаточно, я бы сказал, терпимым широким динамическим диапазоном. Цвета близки к естественным, шум на фото есть, но тоже терпим. Цветопередача в автоматическом режиме слишком холодит. Для буйства красок есть HDR, который добавляет этих самых красок. 64-мегапиксельный режим, как это часто бывает, практически бесполезен. Не думайте, что можно такую фотку кропнуть и получить увеличение детализации. Но с другой стороны, что мы хотели от Sony IMX682? 8-мегапиксельный ширик хорош, пожалуй, только тем, что его цветопередача подстроена под основную камеру. В остальном, это очень бюджетная камера, которая сильно мылит по краям с темным объективом. Есть и для него ночной режим, но не сказать, что в потемках он как-то спасает ситуацию. В ночном режиме главный сенсор внезапно становится даже лучше, чем днем. У GT Neo 2 есть расширенный ночной режим Pro, позволяющий настраивать ISO, баланс белого и выдержку. Но в любом случае, хорошие снимки ночью, я считаю, это заслуга именно компании Realme и ее специалистов, а не самого сенсора. Под распаковкой меня спросили, а что с Google камерой в этом смартфоне? И рабочие сборки уже есть. Одну из них оставлю в описании под видео. Покажу несколько снимков Gcam на Neo 2. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Смартфон умеет писать видео в качестве до 4К при 60 кадрах в секунду. В этом режиме даже доступна программная стабилизация. Правда, работает она не очень. Для разрешения 1080 есть специальный режим Ultra Steady, когда смартфон выдает максимально плавную картинку, гася любые колебания. Но, как мне кажется, все-таки видео снимать на этот смартфон, ну, скажем так, не очень. 4К, 60 кадров в секунду, день, пусть и пасмурный, и Realme GT Neo второго поколения. Очень, мне кажется, не хватает на этом смартфоне, конечно, оптического стаба, потому что на максимальном разрешении как-то все-таки не справляется система именно со стабилизацией программной. Но резкость, как мне кажется, очень и очень неплохая. Здесь мы можем получить кроп аж до пятикратного, но его качество, скажем так, не очень. Вот что мне не нравится, так это то, что мы не можем переключаться на ширик. Вот, к сожалению, на ширик переключиться в этом смартфоне никак. Наталка GT Neo 2 пишет видео в максимальном качестве 10.80, кажется, при 30 кадрах в секунду. Но, во всяком случае, на экране все выглядит очень и очень прилично. Здесь довольно комфортный угол обзора. Ну, конечно, хотелось бы немного более широкоугольную камеру, но, в принципе, хватает. Не знаю, как вам, как пишет звук. Ну, звук-то, понятно, пишет точно так же, как и на основную камеру. Ну, в общем, оценивайте сами. Ну, а теперь видео ночное на Neo 2. Ну, как ночное, освещение в этом парке очень-очень неплохое, но искусственное. И, естественно, сами видите, такой вечер декабря. Все то же самое 4К. И можно оценить, насколько в таких условиях справляется стабилизатор программный. Подозреваю, что не очень справляется, потому что он и при хорошем свете, не сказать, что хорошо работает. А уж с искусственным и подавно. Но, опять же, по резкости, мне кажется, очень-очень неплохо. Плюс смартфон старается высветлить как-то кадр, докинуть в тени деталей. Наконец-то в Realme стали осознавать, что стереозвук в смартфоне не роскошь. GT Neo дали стереопару из основного динамика и разговорного. Ну, и послушаем, как все это работает. Что же, очень неплохо. Конечно, это не полноценное стерео, но звуковая картинка довольно объемная. К качеству связи, приема сигнала и всякому такому никаких нареканий. 5G в этом смартфоне не заведется, даже в тестовых зонах. Бенда N79 здесь нет. И, конечно же, а как работает здесь датчик приближения, который на современных Xiaomi и тем более на Poco F3 работает, мягко скажем, не очень хорошо. Ну и давайте прям проверим. Отлично работает, никаких сбоев. Вибрация мне здесь очень и очень нравится. Она действительно такая, ну нельзя сказать, что прям флагманская-флагманская, но вот эти молоточки стучат. Другой вопрос... Слышите, да? Другой вопрос, конечно, услышите ли вы ее в кармане, особенно если смартфон будет в чехле, под стеклом. Но в любом случае, именно тактильная это приятная вибрация предфлагманского уровня. Подэкранный сканер отпечатка пальцев, который использован в Realme GT Neo 2, вот честно говоря, мне нравится больше, чем в гораздо более дорогом OnePlus 9 Pro. Срабатывает он, ну прям, ну сейчас уже лицо, лицо мое срабатывает. Если уж мы начали про лицо, лицо тут... Это, конечно, хорошо, что 16-мегапиксельная камера моментально меня узнает, но вот под какими-то вообще экстремальными углами обзора это все делается. И вот, честно говоря, честно говоря, я повторяю, я не верю этим разблокировкам по лицу, которые основаны только на фронтальном датчике. Но удобно, особенно зимой, не надо перчатки снимать, вот так вот просто поднес и все работает. Возвращаясь к отпечатку пальцев, он находится очень низко. То есть, вот какая-то мода у производителей есть делать отпечатки, ну для людей такое ощущение с короткими пальцами и вообще небольшой рукой. Realme GT Neo 2 оснащается батарейкой на 5000 мАч. Стандартненько по нынешним меркам. Но здесь снова, мне кажется, решает оптимизация Realme. Смартфон на мощной платформе способен выдавать больше 7 часов свечения дисплея с мобильной сетью. По вседневе GT Neo 2 уверенно у меня проживал день при серьезной нагрузке, а вот если хотя бы иногда выпускать гаджет из рук, то можно и на полтора дня растянуть. В коробке со смартфоном лежит хорошо известная по другим моделям Realme, да и Vivo мы такое видели в OPPO, зарядка мощностью на 65 Вт с технологией SuperDart. Если пользоваться исключительно ею, то Realme GT Neo от 0 до 100% можно зарядить чуть больше, чем за 30 минут. Это очень круто. Интересно, что в процессе зарядки гаджет становится едва-едва теплым. Хотя 65 Вт это очень и очень и мало. В общем, хорошая заявка на долгую счастливую жизнь аккумулятора. Ну что же мы имеем в итоге? За этот смартфон версии 8-128 в российской рознице просят 37 тысяч рублей. Это без акций и скидок. На Али его можно купить примерно за 29-30 тысяч рублей, что уже гораздо интереснее. 128 гигабайт, конечно, это уже в 2021 году, но хотелось бы побольше. Но учитывая, что смартфон не является камерафоном, то, наверное, хватит. Вряд ли вы будете много на него видео записывать. И тем более эти видео хранить в памяти. И, в общем-то, за средний прайс по теперешним временам, а я напомню, что нам бюджетки типа Poco M4 Pro 5G предлагают за 22 тысячи рублей покупать в России. В общем, по нынешним временам мы получаем отличный экран, предтоповую производительность и много чего еще. В условный минус отнесу тотальную пластиковость, а это все пластик, чтобы вам кто не говорил про стекло, и очень и очень скромную камеру. Ну, конечно, что-то можно выжать с помощью гугл-камеры. И я считаю, что брать Neo 2 можно и нужно. Это очень и очень годный смартфон, особенно если вы хотите на нем играть. Если остались вопросы по этой трубке, милости прошу в комменты. А с тебя лайк за труды. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok